Ага, всё, всё видно. У вас там ночь, что ли? Ну, просто я думал, опоздание, опоздаю до пяти. В общем, у меня ещё вопросы накопились. По поводу, вот ко мне мать, ладно, мамка, начинает говорить, чтобы я усы сбрил. Вы говорили, что бороду нельзя сбривать, но я ей говорю, что я не буду сбривать ничего. Но про усы я ещё спрошу от вас, как там, с чего с этим? Так, в первую очередь, вы не против, что мы записываем и всё выставляем? Нет, 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 я знаю, что вы выставляете. Вы знали. Что такое слабый свет, Володя? Да я нормально, всё нормально. У меня слишком ярко. Посмотрим. Так, ну а почему у меня-то совет? Вы же убого спросите по священному писанию. Как образец для нас сегодня, те, которые сохранили в Ветхом Завете евреи? Бакенбарды, усы и борода – это одно. Словом, борода. Ну, просто я не знаю, правильная ли у меня Библия. Как-то вы там сказали одному, что автор не тот. Сейчас я скажу. В русском переводе. Канонич. Книги, ну в общем. Вот такая. Так, ну у вас там, ну откройте где-то Новый Завет. Несколько стихов прочитайте, я услышу. Или в Савтырь, или Ветхий Завет. Ну вот, например. Такой даже не знаю лучше. Бытие. Глава 49, стих 5. Симеон и Левий, братья, оружие жестокости, мечи их. Шестая глава. Ой, стих. Глава 49. Так, 49. Так, дальше. В совет их да не внедет душа моя и к собранию, их да не приобщится слава моя. Ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей. Подождите, вы шестой стих считаете? Ну, вроде да. Ну, да дальше считайте. Ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жильцы тельца. Не жильцы, а жилы, жилы. Жилы, да, жилы. Хотя там и жилы, тельца. Ну, ладно, в принципе, правильно сказали. Ну, понятно, это синодальный перевод. Ну, то есть правильно все, да? Правильно, только у вас там 11 книг не хватает. Это не православное издание. Они издали как бы ксерокопию. Ну, в принципе, по ней можно еще что-то такое, ну, истину там узнать, чтобы я потом хотя бы купил. Истинно, истинно, только 11 книг не хватает. Ага, ну, ладно, это я учту. Ну, в общем, просто она мне говорит, что сберей усы. Я говорю, я не буду сбревать, то есть. Но получается так, что она все жестче и жестче к этому идет. Типа, ты что, всю жизнь будешь сходить усатый? Ну, просто понимаете, то, что у нее брат, просто усы, у него борода не растет. Да и у меня как бы тут тоже особо не растет борода у меня. То есть, говорит, вот ты усатый будешь, вот тебе там, ну, всякое начинает придираться. То есть, сбрей, давай, сбрей. Ну, вроде как бы, я знаю то, что она не права, но как ей сказать-то? Вы просто перекреститесь в это время и скажите, я благодарю Бога за то, что он меня таким создал. И портить образ Божий не собираясь. И все на этом стандартную фразу повторяйте. Я чту образ, я мужчина, у меня борода. Если у меня сестренка или мама, у нее, если будет расти борода, это ненормально. У меня нормально, я мужчина. Ну, она говорит, что, типа, нет, я права, вот так. И ничего не права, если не говорите, дайте им знать, что вы мужчина, и вы любите своего Господа. Простыми фразами говорите. Искажать образ Божий я никогда не буду. Во многом, говорит, Господь доверяет, когда в малом верен. А это малое. Я, например, никогда не испытывал давление ни от кого, нигде, никогда. Да почему? Твердо и ясно. Ну, когда я сидел в заключении, там от меня не зависело. Там насильно сбревали. Я в заключении нахожусь. А если вот как раз по насчет этого, если мне в армию идти, а мне уже скоро идти в армию, то возможно, что мне сбреют? Это не сбреет. Вот у нас в армии, в которой ребята наши, все идут с бородами и ни с кого не сбревают. Ну, может, это еще не туда попали. Просто есть там разные категории. Ну, не знаю, какая категория. Насильно они не будут делать. Не должны бы делать. У нас такого никогда не было. Один был такой, но к нему начальник, то есть военком, сильно расположился. А он преподаватель в университете. И вот бородой уже уверовал из протестантов. И он тогда начал сам говорить, у тебя, может, какое-то повреждение было? Он говорит, да нет, нормально. Ну, тогда тот говорит, у меня какая-то рука ломалась. Он говорит, ну ты не можешь? Он говорит, нет, я ошиблю. Ну, вот так-то ты дальше не можешь. Сам подсказывает ему. Ну, и написали, что рука у него повреждена, не может, его в армию не взяли. Господь же видит твое желание. Это армия. Там по-другому. Это не в заключении. В заключении там, а в армии не указано насчет бороды. Не берут, значит, не возьмут. Вы заранее напишите, я православный христианин. Я не отказываюсь от службы, только альтернативный. Вы в каком городе живете? Коломна. Ну, вот я говорю. В Московской области. Ну, мне как, мне предлагали, вроде сначала они сказали то, что, может, говорит, вот ты в православной гимназии учился, может тебя куда-нибудь, ну не в армии, а в больницу там, ну там это тоже служба, но на год и восемь только идти. Я вроде как бы говорю, но, в принципе, как хотите, но потом они говорят, что, а, нет, он же типа просто в православной гимназии был, а не там в монастыре там или где-то, значит, не надо, типа, значит, нельзя. Что-то так вот мне сказали подобное. Ну, это, видите, сказали, это еще не все. Вот, ну, у нас, например, я говорю так, что они пишут заявление, надо посмотреть, где оно есть. У меня mail.ru заблокирован, его заблокировали у многих, нельзя никак, поэтому я бы мог здесь прямо насчитать. Где-то оно у меня тут есть, надо поискать было. Вот. Ладно, говорите. И второй, это как, так сказать, ко мне все время пристают, как бы говоря, ну, враги, можно так сказать. У вас же тоже там, я недавно видео посмотрел, ну, про вас там тоже, вы там обвиняют вас, и, в общем, такое вот дело. Вы вроде смеетесь, но мне как-то труднее над этим смеяться, потому что морально по мне ударить это им легче. И просто как вот уходить от таких, тем более, как относиться, если этот человек сатанист. Я знаю то, что вообще с ним даже не встречайся, но если он сам тебя преследует, вот так вот, постоянно. Я могу, я могу уйти, но он постоянно, ну, как мой примерный отец, так же, пристает, лезет, не уходит. Ну, как сказать-то, ну, пусть он, как он пристает, он тебя трогает. Ну, физически нет, но морально, да, очень сильно причем. Ну, морально не имеет значения никакого. Морально что такое? На это нам не указано. Ты твори молитву, и все будет по-другому. На это, через это мы закаляемся. Господь видит, какие ему. Вот так. Просто они как, типа, говорят, мы хотим тебя, ну, то есть хотят меня унизить. А я говорю, а перед кем? Да вы даже не отвечаете эти слова. Ни одного слова не отвечаете. Молитесь, свое дело знаете, творите молитву. Не надо. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы тебе не стать подобным ему. Приджи Соломона так говорит. Ну, про Библию, ладно, я спросил, просто я тоже убедиться хотел, правильно ли они или нет. Но как раз тут еще, я после армии собрался креститься заново, и тоже насчет этого второй раз тоже можно креститься, да? Нельзя. Если вы крещеные, креститься нельзя. Я имею в виду, меня тогда неправильно крестили. Неправильно, значит, не крестили, это они просто не крещеные, и все. Да, получается, можно. Ну, то есть, считается то, что уже по-настоящему можно. Ну, если тебя обманули, сегодня многое это делать. Ну, как я говорю, у меня еще младенчество, то есть, надо окунать три раза, а они просто обливали меня. Вы сказали тогда в прошлый раз то, что это неправильно. Он должен быть погруженный, должен быть. Ну вот, а я хотел, чтобы погрузиться уже. Правильно, чтобы было. Ну, после армии, когда уже просто жизнь можно начать заново. Дальше внимательно. Потом вы с интернета спите. Володя, а ты это, засними. Я считаю, справка в рай-военкомат, в рай-военкомат, или там гор-военкомат. Я, фамилия, имя, отчество, год рождения, являюсь прихожанином. И дальше написать. Какой епархии, какой общины русской православной церкви? Как христианин я не имею права убивать людей, согласно Евангелии и канонических правил православной церкви. Это написать, заявление надо. Матфея 5, 21-22. Кавычки. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гении огненной. Матфея 5, 38-39 стихи. Кавычки. Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Кроме того, как христианин, я не имею права приносить присягу в ее современном виде, поскольку она построена в форме клятвы. И в ней прямо присутствуют слова «клянусь», «клянусь». А Господь наш Иисус Христос прямо запрещает всякую клятву. Матфея 5, 33-37. Это все в заявлении нашей ребята пишет военкомат. Кавычки. Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножия ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от Лукавого. Иакова 5, 12. Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакою другою клятвою, но да будет у вас «да-да» и «нет-нет», дабы вам не подпасть осуждению. О том же говорят святые отцы Православной Церкви, Ян Златоуз, Григорий Богослов, Василий Великий и многие другие. В связи с вышеизложенным, свидетельствую, что я имею право служить в армии, но только по гражданской специальности, санитаром, подсобником и так далее, не связанной с убийством людей, скобках, то есть ни заряжающим, ни корректировщиком огня и так далее. А также не принимая присяги, то есть исполнять службу, которую принято сейчас называть альтернативной, право на которую гарантируется и государственными законами. Согласно Конституции Российской Федерации, принято 12 декабря 1993 года, статья 53 пункт 3, кавычки, гражданин Российской Федерации, в случае, если его убеждением или вероисповеданию противоречит несению военной службы, а также в иных, установленных федеральным законом в случаях, имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. Кавычки закрыты. А также согласно Федерального Закона о свободе совести и религиозных объединениях от 26 сентября 1997 года, номер 125 ФЗ, статья 3, пункт 4, кавычки. Гражданин Российской Федерации, в случае, если его убеждением или вероисповеданию противоречит несению военной службы, имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. Дальше. Подпись. И пойдите к батюшке, чтобы он заверил, поставил печать. Если не поставят, это не имеет никакого значения. Самая большая беда священники. В военкомате берут священников, и они сидят рядом и начинают убеждать. Ну как же так? Да Александр Невский довоевал. Не отвечай ничего. Вот скажи мое заявление, я прошу сделать как положено. Да что, Александр Невский поступал неправильно. Я его не могу обсуждать. Но я не могу служить, потому что я верю в Евангелие святым отцам. Вот вам образец. Вы когда будете смотреть, тут мы засняли сейчас все. Напишите, и при том нужно отнести немедленно военкомат. Где вы призываете? Второй военкомат. Наверное, да. Вот. И все, вопрос снят. А к батюшке любому. У нас все до одного имеют вот этот вот, и так пишут. И 90 с лишним процентов, которых в армию не берут совсем. А к любому батюшке идти? Ну, которого вы исповедуетесь. Где? Ну, у нас есть храм. Ну, мы есть, как это, Циталь Троица Церкви. Там я знаю одного хорошего. Ну, подойдите к нему. Скажи, батюшка, вот такое дело. Вы можете подтвердить, что я вас прихожанин? Чтобы он дал справку, что вы прихожанин, и не на отлучение там, или как может написать. А на этой справке-то не надо ничего вам. Просто подпишитесь, число и несите. Притом, это сделать нужно как можно быстрее. Если это вы сделаете, когда вас призовут, то там другие уже законы на вас будут. Тут какой-то срок. Ну, у меня время есть еще. Срок между заявлением и призывом в армию. Это все официально. Вот я, которых наших ребят знаю, я даже не помню, у кого последнего брали в армию-то у нас. Да никого. Военкомат просто их не берет и ни на какую службу не направляет, и все. И голова, и борода спасенная. Даже и так, я думал, так мог. Именно так. А если альтернативно, то где-то за больными ухаживать. Срок будет подлиннее. Но ты зато никого не убил. Но если тебя пошлют, скажут, ты пойдешь в Чечню, и там на заминированном поле спасать раненых, ты должен пойти. Нет больше того, как душу положить за друзей своих. Оружие в руки не прикасайся. Присягу не принимай. Все ясно сказано. Это государственный закон Российской Федерации нам разрешает. Спасибо. Хорошо. У меня нет вопросов больше пока. Все, вопрос. Но единственное, что я хотел... Вопрос нет на эту тему. Вы больше не возвращайтесь никогда. Я знаю. Просто я еще хотел, чтобы моя мамка тоже с вами... У нее тоже много вопросов. Но она почему-то говорит только их мне, которые... Я их не могу объяснить. Но я говорю, поговорите... Ну давай, Лена, мама, зови ее сюда. Она стесняется. Она говорит, что я не готова такая вся сика. Она задавать вопрос просто. Задавать-то вопрос не надо готовиться. Ну, то есть она как мне задает, но говорит, что нет у меня вопрос, я все знаю. То есть вот так. А я знаю то, что она ничего не знает. Но меня спрашивают. Ну, я навеливаться не буду. Но если разговор-то идет о том, чтобы помочь, я готов. Видите, я вам как говорю. Как говорит Евангелие, как российские законы. Это нельзя опровергнуть. Ни один военком этого отвергать не будет. Сейчас, может, подождете. Ну, спрошу. Хорошо. Познакомь нас. Брат, дела. Конечно, сегодня еще там в возрасте. Оно в то время у меня никогда не возникало. Почему? Просто я, черт, ответил, и на этом все. Никогда не притесняли. Ни в армии, нигде. Ну, испугалась. Не знаю, что такая вся. Нет, мне не надо. И закрылась. В комнате. Ну, а потом, когда мама будет говорить, вы скажите, мама, была возможность. Вы отказались, поэтому больше на меня не нападайте. Ладно. В принципе, да. Правильный мудрость. Хорошо. Давайте. Что у вас еще? Нет, в принципе, уже все. Ну, просто я хотел, чтобы вы там все объяснили. Почему так вот усы там, бороду нельзя сбрить. А, ну, я не могу объяснить правильно. Вы на четвертый. Я храню образ, данный Богом. И все, на этом конец. Одну фразу повторяйте. А относительно бородобрития, вам материалы уже все выставлены у нас. Вот. Если хотите, сядьте, посчитайте, посмотрите. Если вы не считали. Вы это найдете. Я могу под этим роликом обрадобрить и выставить комментарии. Дополнительно. Что можно. О военной службе вы просто скопируете. Вот еще как сделаю. Я это сделать могу на этой неделе уже. Ну, если вам не сложно, то сделайте. Я потом все покажу. Вы будьте твердым. Понимаете, вот это вот. Я и так твердый, но просто мать она мать все-таки. Будь мужественным. Писание говорит, мужественно, не бойся, укрепись. Господь укрепляет. Я это делаю ради моего Бога. Не потому, что мне нравится, хорошая борода. Совсем нет. Вот зайдите где, в бородобритие, допустим. Зарядите на нашем форуме. И увидите. Я на военном билете с бородой сижу. На военном билете. В советское время, 1963 год. Вообразите, когда. Я видел, да. Видели. Ты как себя поведешь, так к тебе будут относиться. Меня сильно пугали, что пойдешь в армию, все равно заставят вступить в комсомол. Такая организация была, молодежная. Никто меня не принуждал. У меня с собой был крестик. Я в армии соблюдал посты. Меня нельзя было свернуть с этим. А как тебя притесняли? Никак. Даже в советское время меня не притесняли. Нигде они видят. Они со мной могут разговаривать. Они знают, я никогда предателем не буду. И ко мне начальство везде. В тюрьме, в лагере, в армии, в больнице. Везде относятся очень хорошо. Они сразу чувствуют, какое мое отношение. Слово должно быть тихо и четкое. Ну хорошо, у меня все тогда. Ну все тогда. Спасибо, что забежал. И вас тоже. Если нужна, через месяц, когда накопи вопросы, может мама согласится. Скорее мне вопросы приходят из-за ситуации таких вот. Вы только будьте твердым, мужественным и побольше ласки маме оказывайте. Внимание. Смотри, что можно сделать. Быстенько хватайся и беги, чтобы она видела, что ты послушный, ласковый, любящий сын. А это даже забудется. Она за вашу бороду будет перед другими заступаться. У меня в семье было кое в чем. Это мать. Сердце матери, а оно на вашей стороне всегда будет. Вы будете уже с бородой седой, а для нее вы все ребенок. Ну да. Ладно, тогда я выключаю. Давай, выключаю. До свидания. Во славу Божию. Надежда, это ушла. Здесь она, здесь. Ну вот. Видишь, как. Молодой человек усилен сделать так, чтобы Господь его благословил. Я думаю, что Господь усмотрит. Все, на этом я его отключаю. Спасибо.